Илья, на днях прошел очередной турнир UFC, в котором зарубились Бернс и Вудли, и многие были уверены, что именно победитель этой схватки станет следующим претендентом на титул. Гилберт жестко переехал в старину Вудли, однако стоит отдать должное американцу, Тайрон и не думал сдаваться и пытался сражаться до самого конца. Но факт в том, что Бернс победил, и сделал это более чем убедительно, и по моему мнению, именно он должен получить свой титульный шанс в следующем бою с Камаро Усмана. Так-то оно так, только спешу тебя огорчить, за титул будет драться надежда всей Америки Колби Ковингсон. Колби уже дрался за титул, и после того боя все смогли немного отдохнуть от его болтовни, ведь и слово на челюсти не очень удобно говорить. До ранней остановки рефери Колби шел к чемпионству, так что в реванше, я думаю, он сможет закончить начатое, да и вообще, если есть что сказать, выкладывай. Окей, давай накинем по три аргумента и выясним, кто же из нас ближе к правде, а вы, ребята, обязательно проголосуйте за то, чью позицию вы разделяете. Ну погнали, надеюсь, ты приготовил свои лучшие аргументы. Начнем с того, что бой между Колби и Камаро был действительно очень близким, и, как мне кажется, до остановки Колби выигрывал схватку, обозначив очень жесткую конкуренцию чемпу в предыдущих раундах. И если бы реф решил дать возможность Колби попытаться восстановиться, и бой бы дошел до решения, то не факт, что это решение было бы в пользу Усмана. На мой взгляд, реванш имеет смысл. Я бы даже больше сказал, никакой другой бой, кроме как реванш этих двух опасных лыбов, смысла не имеет. Во-первых, сводить снова Усмана и Колби не имеет смысла. Да, бой был близким, но Нигрица казался сильнее. Передавил американца и отправил его в технический нокаут, сломав челюсть. О чем тут еще говорить? Что касается Бернса, то это прекрасный вариант. Безусловно, есть еще и Эдвардс, идущий на серии за 8 побед подряд. И самый опасный ублюдок нас видал. Но Хорхе вроде хочет дать реванш другому мазафаке Нейту Диасу. А Эдвардс проигрывает Бернсу конкуренцию. Ведь Килберт только что жесточайшим образом вынес претендента номер 1 Тайрона Вудли. В качестве второго аргумента хочу сказать, что бой Колби против Камаро это самый привлекательный для зрителей вариант. Они отлично раскрутят и продадут бой, ведь между ними реальная неприязнь. Плюсом, в первом бою люди увидели, что эти ребята действительно достойны друг друга. И их второй бой будет более чем конкурентным. Да и для компаний, как ни крути, это превосходный вариант. Ведь они очень легко продадут этот бой. Да и если Ковингтон выиграет, это открывает возможность для трилогии, которая тоже легко продаться и принесет немало денег. В полусреднем весе Бернс идет на серии с четырех побед подряд. Давайте взглянем на его оппозицию. Здесь Алексей Кунченко, который до боя с Бернсом не имел поражений и шел на серии с 20 побед к ряду. В том поединке Алексей навязал хороший бой Гилберту в стойке, но портер зарешал. Три перевода и контроль и победа за Бернсом. Дальше был неуступчивый Гуннер Нельсон. Пусть бой был сложным, но Гилберт вновь вышел победителем. Дальше больше, так называемая битва грепплеров против легендарного Дэмиана Майи. Почти сразу после начала боя схватка перешла на канвас. В итоге Майя забрал спину и контролировал Гилберта две минуты. Когда Дэмиан начал форсировать события, Бернс выбрался из захвата и перевел бой в стойку, где очень жестко попал в челюсть Майи левым боковым и добил его. Раз и этого недостаточно. Ну и напоследок скажу вот что. Ковингтон по факту сейчас реально претендент номер один на титульный бой. До этого неочевидного поражения он шел на серии из семи побед подряд. Избив по полной программе бывшего чемпа Робби Лоулера. Я считаю, нужно дать мужикам разобраться, поставить точку их войне и после их второго боя двигаться дальше. Либо в сторону трилогии при победе Колби, либо в сторону величия Усмана, если он снова одержит вверх. Ну и в крайнем своем бою Бернс склеснулся с Вудли и показал свой реальный уровень. Гилберт был сильнее в каждом аспекте боя. И в стойке, и в партере, буквально уничтожив бывшего чемпиона. Учитывая то, что Вудли занимал первую строчку в рейтинге, будет вполне логично, если претендентом станет уработавший его Бразил. Тем более, что Бернс показал наличие жесткости в ударах и умений в стойке, которые хватит для того, чтобы дать бой чемпиону. А навыки джиу-джитсу на высочайшем уровне способны нивелировать все преимущества Усмана в борьбе. Потому, на мой взгляд, Гилберт сейчас идеальный вариант для титульного боя. Но не знаю, все-таки без еще одного боя Усмана и Ковингтона будет чувствоваться некая недосказанность? Слушай, но далеко не факт, что в следующем будет вообще кто-то из этих головорезов. Ведь Усман бросил вызов Макгрегору, и стоит Конору его принять, мы сразу же получим этот бой. Поживем-увидим. А ты обязательно проголосуй за то, какой вариант развития событий тебе по душе. Или же, может, ты думаешь вообще по-другому. А еще лучше напиши в комментариях свой вариант. И не забывай, что ты на канале It's Time по-братски. Тыкни колокольчик внизу, чтобы не пропускать весь тот огненный контент, что мы для тебя готовим. И пробей свой бойцовский лайк. Пока. Покеда. Надежды всей Америки, Колби Ковингтон. Где это? Я жду же. А, ну погнали. Ты должен быть типа так. Ну погнали. Надеюсь, ты приготовил свой лучший аргумент. Все-таки без еще одного боя Усманова и Кеви. Такие легкие имена. Усманов. Давай. Усмановал.